Книга притчей Разумеется, под премудростью просматривается Слово Божие, истина, исходящая от Христа Иисуса. Он является премудростью от Бога, данной нам. Я, говорит, ищу рассудительного знания. Видите, рассудительное знание может только у человека, который обновил свое мышление духом своего ума. А до этого у него нет никакого рассудительного знания, потому что рассуждение – это ум Христов, а человек может обладать им только в одном случае, когда он совлек себя ветхого человека и обновил свое мышление. Вот тогда у него будет рассудительное знание. И подобная премудрость ходит по пути правды, по стезям правосудия. И, разумеется, эти пути правды, стези правосудия призваны находиться в нашем сердце. И то, что премудрость ходит, это говорит о том, что Дух Святой придет туда, на эти стези правды, и откроет суть этой правды. Если нету внутри человека, не принял он в себя учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в двенадцати астаманиях стены нового святого Иерусалима, путь, которым лежит через двенадцать жемчужных ворот, представляющих крест Христов, истину креста Христова, где мы, взяв свой крест, сработали с истиной креста Христова, чтобы прийти к этому совершенству. То, разумеется, у Бога не будет никакого основания доставлять нам существенное благо, потому что мы не любим Его. Писание говорит, я доставляю любящим Меня существенное благо. А любить Бога означает исполнять Его заповеди, а чтобы их исполнять, надо поместить их в сердце свое. А посему одной из основал полагающих пути правды является заповедь, повелевающая почитать Бога десятинами и приношениями, которая в архитектуре взаимоотношений с Богом является основанием, на котором выстраивается наше духовное строение, на котором мы можем устроять себя в Дом Духовный. Во-первых, благодаря именно этой заповеди человек может выразить свою любовь к Богу и признать над собой Его власть. То есть, он исполняет эту первую заповедь, которая положена как фундамент в основании всего нашего устроения самого себя в Дом Божий, наших взаимоотношений с Богом. Во-вторых, благодаря выполнению именно этой заповеди Его сокровищницы могут быть наполнены до избытка, и речь идет о нетленном богатстве и о сокровищнице нашего сердца, а не о материальных благах. «Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпят вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится вам». Мерой в данном случае является не количество денег, а состояние человеческого сердца, в котором эти деньги отдаются или приносятся на алтарь, где они трансформируются абсолютно в другую валюту. Лепта вдовы, которая являлась ее дневным пропитанием, на весах божественного правосудия оказалось тяжелее, больше всех сумм, отдаваемых богачами от избытка. Это, конечно же, нисколько не занижает их даяние. Просто я в данном случае хотел показать, Бог взвешивает не количество денег, а состояние наших сердец по отношению к самому себе. И состояние сердца вдовы в данной ситуации оказалось лучше состояние сердец богачей. То есть, отдавая Богу или чтя Его десятинами или же приношениями, состояние их сердца было неправильным. Они хотели показать самих себя. Они демонстрировали себя. Они не поклонялись Богу и не искали в этом даяние лица Божие. Так Давид, будучи самым богатым человеком в Израиле, по состоянию своего сердца был самым бедным человеком. Он говорил, я же беден и нищ. Он явно не имел в виду материальное благосостояние. Он имел в виду состояние своего сердца. Беден и нищ, я зависим полностью от Тебя, Господи. Без Тебя я ничто, я нищий и бедный. Я жажду Тебя. И поэтому, когда человек приносит Богу десятинные приношения, а его состояние нищи духом, таковых есть Царство Небесное, и тогда Бог начинает давать ему благословения. И в первую очередь благословения духовные. А затем за духовными благословениями следуют, разумеется, и материальные блага, которые Бог дает ровно столько, сколько Он желает дать каждому отдельному человеку, испытывая его сердце. Потому что чем выше материальное благосостояние, тем выше у нас ответственность пред Богом за эти деньги, которые Он позволил нам иметь. И когда человек начинает надмиваться своим умом, что Он это сделал за счет своего опыта, своего таланта или еще чего-то, рано или поздно Он начинает беднеть духовно. А когда человек беднее духовно, то эти материальные блага уже не будут ему благословением, а приведут его к погибели. Однако мы не из тех, которые на путях погибели, мы находимся на путях истезиях правды. Ваши сердца приняли истину начальствующего учения Христова, и когда вы ее приняли, тогда Дух Святой в своей премудрости пришел туда, чтобы ходить по этим стезям правды, чтобы открывать нам значимость истины, сокрытой в сердце. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу, чтить Его десятинами и приношениями и тем самым поклоняться Ему, потому что без отдавания Богу десятин и приношений наше поклонение перестает быть таковым. Только тогда поклонение может совершаться в Духе и Истине, когда чтится эта заповедь, на которой устраивается или же выстраивается взаимоотношение с нашим Господом. Будем петь песню «Скоро рассвет нового дня» и будем поклоняться Господу и искать Его лица и познание Его. И тогда Он наполнит наши житницы или же сокровищницы нашего сердца духовной пищей до избытка, за которую, разумеется, последуют и материальные благословения, выраженные в том, что Бог удалит всякий страх из-за экономических потрясений, которые грядут на всю Вселенную. Песня «Скоро рассвет нового дня» 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 Приди, мы твой народ и позади Остой и все, и ты иди На облаках ты встретишь нас С тобой зайдем на небо и покой Откроешь двери, как домой Идем все в очередном родной Скоро свет нового дня приходит весна Увидим Его таким, как Он есть Там встретит меня Иди во славе, мы ждем Тебя Мы ждем, Господь, прихода Твоего Приди, мы твой народ и позади Остой и все впереди На облаках ты встретишь нас С тобой зайдем на небо и покой Откроешь двери, как домой Мы вернемся в очередном родной Не один, мы твой народ и позади Остой и все впереди На облаках ты встретишь нас С тобой зайдем на небо и покой Откроешь двери, как домой Вернемся в очередном родной И один Итак, я напомню одну известную нам истину Что всякий раз, когда Израиль чтил Господа Десятинами и приношениями То ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом Он обязан был по предписанию Моисея Возлагать свои руки на свои приношения Моисей получил это откровение от Господа Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню Питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности На ваши приношения пред Богом И молитесь вместе со мной Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я отделил десятины от дома моего И принес в твой дом Чтобы в доме твоем была пища Я не отдаю в нечистоте Я не отдаю в печали И я не отдаю для мертвого Я радуюсь, что имею привилегию Выражать мою любовь И признавать твою власть И ныне согласно твоего слова Я молю тебя Прямо сейчас Да откроются твои небесные окна И да придет благословение твое до избытка На твой искупленный народ Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь Да благословит вас Господь Можете садиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому